Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже вторник, 19 сентября 2023 года. Новость у нас будет следующая. Из Министерства внутренних дел в Латвии увольняются полицейские. Охранять порядок в Латвии все сложнее. Важнейшей проблемой в системе внутренних дел является нехватка кадров. В государственной полиции некомплект приближается к 30%. Это заявил новый министр внутренних дел в правительстве Эвики Силини Рихард Козловскис. Впрочем, Козловскис отнюдь не новичок. Он вернулся на должность министра внутренних дел после нескольких лет перерыва. И отчасти он сам несет ответственность за то, что из ведомства бегут люди. Вон, Семочка тоже, видели? Видели собачка? Тоже убегает. Как вы знаете, поговорочку, как я всегда говорю, это круть-верть. Круть-верть. Там. Слушаем дальше. Что он будет делать? Министр надеется, что в среднесрочной перспективе удастся сгладить, сгладить разницу между обеспечением национальных вооруженных сил и системы внутренних дел. Хотя в следующем году и запланировано повышение зарплаты, за один год этот разрыв не преодолеть. Ну, вот почему люди оттуда убегают и не идут туда. Дальше слушаем. Надеюсь, что мне удастся добиться и договориться в правительстве, что мы сделаем это в среднесрочной перспективе. Ой, мне так хочется точку поставить. Продолжаем, продолжали, продолжаем и будем продолжать обещать. А как вы думали, круть-верть продолжается. Многосерийный, правда, круть-верть. Уже четвертый десяток. У нас есть обязательство аж к 2026 году достичь финансирования на внутреннюю безопасность и общественный порядок в размере 2,5% от валового внутреннего продукта страны. Указал он в передаче Рита Панорама ЛТВ, добавив, что сюда включены не только, не только органы внутренних дел, но также прокуратура и судебная система. Помимо повышения заработной платы необходимо улучшить и социальные гарантии. Политик указал на суточные для военнослужащих латвийской армии, а также компенсацию за жилье. Такого социального пакета он хотел бы и для полицейских. В самом конце только для полицейских. Ну это я так, друзья. Я вот прочитал эту новость и вот решил вам преподнести, пожалуйста. Вот такого социального пакета он хотел бы и для полицейских. Почему это в самом конце? Ну ладно, хорошо. Возможно, такая статья. Так она же так и называется. Из МВД увольняются полицейские. А охранять порядок в Латвии все сложнее. А плел что в самом начале? Ну может быть мне так показалось, друзья. Круть-верь продолжается. Так же и Вась-Вась. Между собойчики и так далее, друзья, и подобное. Вот так вот. Почему они увольняются? Может быть кто-то работает, работал полицейским. Может быть вы больше знаете? Напишите комментарии. Конечно же комментарии читают люди. Я заранее говорю, что пишите комментарии. Что вы думаете про эту статью? Еще раз повторяю, что из Министерства внутренних дел увольняются. Не устраиваются. И причем это уже давно. Так же самое. Ну это конечно уже отдельно тема. Как пожарниками и так далее, и так далее. Охранять порядок в Латвии все сложнее. Может быть, вот особенно водители. Кто имеет свои автомобили. Замечали вы, что раньше полицейские... Ну да, скажут сейчас, навалятся на меня. Раньше полицейские стояли, ну надо и не надо на каждом перекрестке. И главное стояли так, что вот едешь, поворачиваешь и вот они стоят на тебе. Неожиданно. Поправьте меня, может ошибаюсь, почему-то стало их не видно. Это только для водителя автомобиля, имею ввиду, ну дорожная полиция. А тут же вообще все полностью. Пожалуйста, охранять порядок в Латвии все сложнее. Однако находятся полицейские, когда там какой-то дедушка там с бабушкой, где-то с каким-то листочком или что. Ну когда-то было. Часто зашугали всех. Сразу. Бегут со всех сторон, находятся сразу. Ну это тоже отдельная тема, друзья. Но еще раз повторяю. Пишите комментарии. Может быть, кто-то больше информации знает. Вот почему они увольняются. Что, вам не хватает зарплаты? Ну это я задаю вопрос. Задаю вопрос. Без всяких там задних, передних мыслей. Ну вы же знаете. Это я уже к полицейскому вопрос задаю. Вы же знаете, какие зарплаты на предприятиях, на каких-то там магазинах. У пенсии какие у людей. Ну вы же знаете, правильно? Вот в чем вопрос-то, друзья. Сложность. Как это понять? А кто ж охранять порядок будет в Латвии у нас здесь? Вот так вот, друзья. И еще хочу вам рассказать. Ну конечно же, уже не лето у нас. Новость, конечно, про погоду. Да. В Латвии частично наступила метеорологическая осень уже. Вот, друзья. Уже осень наступила. Давно я вам уже не говорил про... Так хочется, друзья. Хоть немножко порадовать людей. Ну посмотрите, какая погодка стоит прекрасная. Весь сентябрь, можно сказать. Вот, смотрите, уже 19 сентября. А погода у нас летняя. Даже вот ночью, вот сегодня было плюс 15-16 градусов. Да. Ну слушаем дальше. На нескольких наблюдательных станциях в Латвии в течение предыдущих пяти суток средняя температура воздуха была ниже плюс 15 градусов. Что означает наступление метеорологической осени. Ну, днем очень тепло, очень прекрасно, солнечно. Ой, хорошо, друзья. Ну, конечно, наверное, возле моря прохладнее намного. А вот у нас здесь, в нашем городе, Елгаве и Елгаве. Просто прелесть. Ну, в Елгавском районе. Пишите комментарии, какая у вас там погода. Где вы живете. Вот в Латгале, вот тоже жара все время. Вы мучились, знаем, да, наслышан. Дождей у вас там не было очень долго. Помните, все лето вы писали. Нас заливает, а у вас, говорит, до вас не доходит. Не до вас не доходит. А не доходит дожди, друзья. А, пишите комментарии, до вас доходит хоть, а? А что я излагаю вам, а? Друзья, про полицейских тоже напишите. Очень интересно узнать. Встречались мы. В Риге, естественно, да. Ну, да, привет. Конечно, большой привет всем рижанам и вот с кем мы встречались. Отдельный привет, да. Часто встречаемся. С подписчиками, друзья, конечно, с подписчиками. Разговаривали там про жизнь, про то, про сё. Да, 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 друзья. Повторяю, наш канал называется Мы живем в Латвии. Большая просьба. Если вас заинтересовало, заинтересует, подпишитесь, конечно. Ну, и под видео поставьте лайк. Это будет большущая поддержка. Посмотрите, зайдите. У нас, по-моему, больше двух тысяч. Я уже даже не смотрю туда. Очень много. Видео разных, друзья. И про нашу жизнь, и где мы бывали, где бываем. Ну, и, конечно же, новостные вот эти видео. В частности. По оперативным данным, оперативным данным, вот я не зря заговорил по полицейским. Оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. И 14 сентября метеорологическая осень началась на 6 из 25 главных станций наблюдения. Это на станции не началась. Ну, уже 14, так считайте уже. А сегодня 19, уже 5 дней. Ну, я считать умею еще, не разучился. До 10 легко считаю. Не, а что, я боксерским судьем буду и все. Ниже плюс 15 градусов среднесуточная температура воздуха. С 14 по 18 сентября была, была. Это не старые новости, это новые. Не подумайте что-то там, заднюю мысль там и так далее. По 18 сентября была Валуксны, Гулбаны, Резакны, Салдуси, Стенды, Изосины. Вот. Плюс 15 градусов ниже. На остальных станциях наблюдения в предыдущие 5 суток было от 2 до 4 суток с температурой ниже плюс 15 градусов. А на Колке, вы бывали на Колке? Да. Красивое место очень. Вон Андрей с Евой, ну наш младший сын, частенько туда ездит, да. Отдыхать, да, да. Зарегистрирован только один такой день. Да, если не трудно вам, я даже назову канал нашего младшего сына, как называется. Только наберите большая просьба латышскими, либо английскими буквами. Серверок. Правильно написал? Серверок. И вот там все увидите, как они там отдыхали. У меня тоже очень много видео. Ну не 2000, но мне кажется 200 видео с лишним. Да, 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 да. Серверок. И подпишитесь. Посмотрите, если не трудно вам. Может быть, кого-то заинтересует. Естественно. Да, большая просьба. Это просьба от нашего канала и от родителей. Да. Папа, папы, мамы, бабушки Вале и семочки нашей собачки любимой. Ну, сниму как-нибудь, друзья. Да, 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 да. Сниму. Семочку, да. Ну, поймите правильно. Работа... Ой. Да, читала комментарии, друзья. Хочется и на видео ответить, и все. То наймите там кого-то, сами не делайте. Там качественная бригада будет вам делать. Навес для машины, господи. Вот осталось мне еще несколько досок. Несколько десятков досок. Отшлифовать одну сторону и антисептиком этот от гнили, от всякой плесени и так далее. Ну, что-то не от караедов и так далее. Да, такая цвет очень красивый. Увидите, друзья. Долго не снимаю, конечно. Потому что он весь в пыли. Пыль летит. Ну, я про погоду дорасскажу вам, друзья. Да, тут немножко осталось. Когда мы еще увидимся? Через час, через два, может быть, только. Вот, друзья. Охотится все рассказать. Конечно, стройка идет. Но еще ничего не собирали. Вся конструкция у меня еще все. Подготавливаю все детали. Ну, из досок. И в основном все из брусьев. Брусья 150 на 150 основные будут несущие. 100 на 100. 150 на 50. И доска. Ну, это уже идет обрешетка. Идет туда. Наверх. На крышу, конечно. Металлопрофиль будет. Тоже хотим такой вишневый цвет. Сделать как вот на дому, как на терраске. Все будет под один, друзья. Да, да, да. Ну, я решил, вот думаю, ну что я отдельно буду видео. Вот я решил все-таки рассказать вам здесь. Большое спасибо, что вы поддерживаете нас. Смотрите на наши видео. Делов полно, друзья. Полно. Когда вот эти вот три стойки основных мы поставим, скрепим. А потом уже легко пойдет, быстро. Ну, будем процесс снимать. Потихонечку, да. Навес. Я говорю про навес. Ну, это все про погоду, конечно. Помните град какой был? Вот из-за град нас град подстегнул. Так, плеточкой. Все. По жопе так. Хача. И давай бегом мы бегать. То-то надо купить. То-то надо купить. Ну, друзья. Это всех так. Ну, не дай бог, конечно, пережить вот этот град, который был там, особенно в Добельском районе. Ой, пусть это страх божий. Конечно, сочувствуем его пострадавшим. Крыши все переломало там все. Ой, окна, стекла. Машины пострадавшие. Надо как-то будет поискать, что поддержка какая населению. Что там происходит. Что-то затихло. Продолжаю я про погоду, друзья. Поскольку 19 сентября по всей стране среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше плюс 15 градусов. На большей части территории Латвии ожидается продолжение метеорологического лета. Вот я чем хотел вас порадовать. Не зря я сказал в начале с прогнозом погоды, что летний месяц. Лета не было, можно сказать, в основном. Ну где-то жарило, парило. А у нас лета в нашем районе не было толком. Толком. Ну были там какие-то дни. Я не спорю. А так, ну холодина. Куртки одевали, там плащи одевали. Ужас. И все время. Вот такое лето. Вначале жарило, парило там все. Высохло, потом переморозило все. Потом опять жарило, парило. А потом дожди пошли с градом. Холодные причем дожди. И ветер сильный. Постоянно ветра. Как надоели ветра, друзья. Дальше слушаем. Заканчиваем. Потерпите маленечко. Когда мы еще увидимся? Через час-два. Метеорологическая осень обычно начинается в конце августа. Или в начале сентября. В прошлом году метеорологическая осень в целом по стране началась 31 августа. Аж, представляете? 31 августа. А у нас уже 19 сентября. И все теплынь. Вон как солнышко светит. Ой, вам видно? Вот. Солнышко трогаю. Видите? Да, я люблю пошутить. В прошлом году, но это не шутки. В прошлом году метеорологическая осень в целом по стране началась 31 августа. А в 21 году наступила уже 22 августа. Представляете, как было якобы холодно? Не помню. Тут помню, тут не помню. Как сообщалось ранее, в субботу, 23 сентября начнется осеннее равноденствие. В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень. Ну, друзья, спасибо большое, что вы потерпели, вытерпели, выдержали, выслушали. Большое спасибо вам за поддержку нашего канала. Огромнейшее. Прямо от всего сердца, друзья. Чем можем, тем и помогаем. Вот так вот, друзья. Да, ну вы, наверное, поняли меня. Еще не пятница. Нет. Нет. Завтра будет маленькая пятница, друзья. Да. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра. Счастье, повторяю. Всем буквально. Мира, добра и дружбы между народами. Не устану повторять. Я всегда говорю вам. Поставьте лайк под видео. Напишите комментарий. Я про полицейских очень и мне интересует. Как вы там? Как? Почему вы увольняетесь? Вот хочется. Ну, на полном серьезе, друзья. Шутки шутками, но это уже не шутки. Как это? Знаем, наслышаны. Ну, это долгая тема, друзья, была бы. До свидания. Всем большое спасибо. До следующих видео. До свидания.